Приветствую вас! Вы знаете, у меня вот по прочтении вашего текста сложилось такое впечатление какого-то поверхностности, знаете, какого-то вот такого поверхностного восприятия, всего всё с вами происходит. То есть вы, например, говорите, что, допустим, поздравила подруга с праздником, а вы не хотите её поздравлять. Почему поздравлять не хотите, вы не знаете. При этом тут же вы говорите о том, что вы устали, потому что она будет делиться своими проблемами с вами, а вам это уже в тягость. И вот, вот это та самая причина, по которой вы не хотите общаться с подругой. Отношения ваши с ней вас не устраивают. Вам не нравятся отношения с ней? Вы выстраиваете их, не прислушиваясь к себе, по сути. Вы занимаете роль спасителя и играете в психотерапевта с подругой. Вот. И вы понимаете, что она вас использует. И с одной стороны, конечно, нет ничего плохого и страшного в том, что она вас использует. Но с другой стороны, вам это явно тяжело, вам это явно тяжело даёт. Или вот момент, связанный с молодым человеком. Вы говорите, что разрыв был очень болезненный. Из-за чего был болезненный разрыв? Как вы сами думаете, почему разрывы бывают болезненными? Потому же, что вам и не хочется ничего сейчас. То есть, по той же причине. Разрывы болезненные, по той же причине, что вам ничего не хочется. А именно, слишком большую ставку вы делали на этого мужчину. Ну, всё. Была, была большая ставка на человека. И вы, ну, прогадали. Вот, получается, ну, получается так. Так. Вот и всё. Вот и всё. Возникает вопрос. Только. Почему человек для вас был настолько важен? Что в нём для вас было такого важного? Вот вы говорите, что делали разные техники, прорабатывали. Тут тоже проявляется некая поверхностность. Потому что, ну, что значит делать техники? Это не техники нужно делать. А работать именно с вашими чувствами. Именно раскрывать ваши переживания. Потому и боль у вас осталась. Потому это механический подход был к работе с психологом. Вот. Вот. Я вас не обвиняю, если что. У меня нет цели вас именно обвинить. У меня есть, напротив, такая потребность показать вам, что происходит сейчас. Или вот, вы говорите, к примеру, про работу свою, где пишите, что я хороший специалист, и знаний мне хватает, и работы я люблю, и вдохновение ко мне на работе приходит. Только вот, вопрос. Ради чего работать? Зачем работать? Что будет что? Какая цель? Понимаете? Это важно. Это очень важно. Какая цель у того, что вы делаете? Какая цель у того, что вы работаете? Какая глобальная цель? Понимаете? И вот это, такая вот недосказанность, она во всем. Всем это связано? Ну, сказать, наверное, вот, прям, прям так сказать, наверное, не получится. Не получится прям так ответить вам на этот вопрос. Потому что я не знаю. Но мне кажется, мне так кажется, что вы просто не можете пока что для себя определить, то, насколько вам важно то, что вы делаете, например, насколько вам важно, ну вот, то, чем вы занимаетесь, то, куда вы складываете свои силы и свои ресурсы, например. Такое у меня мнение. Итак. Значит, я сейчас находитесь в таком состоянии, что мне ничего не интересно. Да, все это делали вы для него очевидным. Я изолировался до всех. Ну, вот, понимаете, как вам сказать, изолированность сама по себе не страшна именно изолированность. Может быть, вам как раз таки нужно изолироваться сейчас. Может быть, это именно то, что вам сейчас и хочется. как бы, ну, какое-то время потратить на себя. Поэтому я не думаю, что есть что-то прямо, прямо такое вот дурное в том, что вы, ну, отдалились от всех людей. Я не думаю, что это плохо. Так нужно. Конечно, вопрос заключается в том, для чего так нужно. Но нужно. Это очевидно. Вам так нужно. Нужно. Другой вопрос, почему вас это пугает? То есть, вы считаете, что, ну, к примеру, вы не должны так поступать. Например, вы считаете. или что вас именно пугает? Может быть, вы боитесь того, что за этим может последовать, ну, например, за этим может последовать то, что вы потеряете работу, что вы потеряете работу, в которой, я полагаю, дорожите, в том числе. Вот. Может быть, есть что-то еще, чего вы боитесь. Надо определить источник, источник страха. Потому что он есть. Если он есть, то это о чем-то говорит. Говорит это об определенных ваших желаниях, например. Об определенных ваших потребностях, например. Вот. Ну, мне кажется, такая какая-то история. И такой какой-то момент здесь есть. Вот. Это, конечно, помимо того, что вы выстраиваете отношения с людьми, ну, скажем, не совсем так, как вот вам, например, хотелось бы. Это очевидно. Я не думаю, что вы будете с этим спорить. Вот. Дальше. Вчера поздравила подруга, с которой мы не общались, не общаемся. И я не ответил. Страшиваю себя, почему нет ответа. Приходит мысль, что помирюсь, и она снова будет делиться своими проблемами. Да? Да. То есть я вам об этом уже говорил. Я от этого устал. Вот это ответ. Понимаете? Вот. Ответ, который вы ищите. Я устала от такого общения. Другую подругу я даже не поздравил, хотя на Новый Год она сама звонила, спрашивала обо мне, сказала соскучилась. Мы из разных городов с ней и другой подруга. Я тоже изолировался от нее. Такое чувство я не могу объяснить. Ну, это уязвимость. Я так полагаю, я так полагаю, что речь идет про уязвимость. Ваш. Речь идет про вашу уязвимость. И да, это неприятно. Да, это очень неприятно с вами здесь. Я солидарен полностью. Это действительно очень неприятно. Вот. Но если это есть, если это есть, то почему у меня такое ощущение, что вы... Я не знаю, пытаетесь бороться с этим. Правда, правда, вот у меня такое чувство возникло, что вы пытаетесь этим себе подавить. Зачем-то. И вот я только хочу, хотел бы понять зачем. Зачем вы себе это подавляете. Ну, иногда можно и нужно, и хочется побыть слабой. Сторон такого. Может быть вы не даете себе просто побыть слабой? Это только предположение, потому что о своих чувствах вы не говорите. Вы говорите, что я не могу себе объяснить. Тут не столько объясняют, но... Понимаете, сколько... Сколько чувствовать. Есть вещи, которые... Не объясняют. А чувствуют. Этого, в принципе, вполне достаточно. Дальше. Мне кажется, это связано с недачами в личной жизни. Возможно, но поскольку здесь условно замешаны подруги, а ваши, то... Я рискну предположить, что вы сравниваете себя с подругами. Я рискну предположить, что вы сравниваете себя с подругами. Поскольку сейчас сравнение идет не в вашу очевидную пользу, то вы пытаетесь, собственно говоря, избегать своих подруг. Вы боитесь выглядеть перед ними слабой, очевидно. Вот. Ну, я так, по крайней мере, вижу эту историю. Я вижу этот момент таким, что вы просто боитесь выглядеть слабой перед своими подругами, перед людьми вообще. Вот. Ну, считая, очевидно, что слабость есть что-то очень страшное, что-то очень опасное, что-то очень плохое, что-то очень дурное и так далее. Вот какое у меня создается впечатление, когда я, соответственно, читаю ваш текст. Другое дело, почему так происходит. Дальше. Последний раз я пережила серьезную эмоциональную травму. Был очень болезненный разрыв, и никто серьезно из моих близких это не воспринял. Попросите, а почему вы считаете, что кто-то из близких должен это воспринять? Как кто-то из близких, по вашему мнению, должен это воспринять? Нет. Вот, от слова «как». Понимаете? Ну, мне представляется, тут некие такие, знаете, завышенные ожидания. Вот. То есть, вы считаете, что близкие должны были воспринять вашу вот, ну, проблему, да, так как, ну, вы ее восприняли? На мой взгляд, это невозможно. И это, в общем и целом, нормально. Что это невозможно. Получается, что вы почувствовали, что вас обесценили, когда не получили поддержки от своих близких. Или, или как, или что. Дальше, я заглушила боль в себе, хотя обращался к специалистам, техники разные дела прорабатывал, но боль еще есть, чувства не остыли. Хотя, конечно, время лежит. Об этом я говорил в своем ответе ранее, что по поводу поверхности, поверхностности проработки. Вот. Что касается того, что вы заглушили боль, ну, хочется спросить, а зачем, зачем вы боль-то заглушили? То есть, не потому ли, опять же, что, ну, что вас не оценили? Не потому ли, что, ну, не оценили то, что вы в переселе, в переселе, по вашему мнению? Давайте, вот, как-то раскроем, раскроем этот момент. Раскроем момент, например, с отношениями вашими, в целом, с мужчиной. Дальше, тем не менее, появилась изолированность, меня это ужасно пугает, я как-будто умерла. С точки зрения у меня была учительная цель, а теперь все оказывается пустим. Ну да, потому что своего смысла жизни у вас не было. Раньше я любил красиво одеваться, спортом заниматься, но теперь мне ничего не хочется. Но это, опять же, это вот чисто, вы не для себя это делали. Да, вам не нравилось, очевидно, быть красивой, самой по себе, потому что вам это делали для кого-то. А к себе вы, вероятно, и не прислушивались ни разу. Хожу вчера постоянно плохо сплю, полная аппаратия, не плачу, на работе отвлекаюсь, работу свою люблю, но после работы снова это состояние, вдохновение пропало, даже на работе. Ну, вот это вот ориентиры на вдохновение, это не постоянство, опять же, это некая такая мистика, мистические представления здесь у вас. А если раньше столько планов было, сейчас все умерло, одно радует, я, короче, специалист на них хватает, но, понимаете, надо дальше развиваться, силы и желания нет. Понимаете, вас радует то, что вы хороший специалист, то есть, как вот вы говорите, что вы хороший специалист, то есть, вы себя берете по факту и оцениваете, говорите, что я хороший специалист, оценивая себя. Ну, как мне кажется, вы бы не были довольны, если бы не считали себя хорошим специалистом. Что такое хороший специалист и что такое плохой специалист, тоже не очень понятно. Это оценочные суждения. Вот то, что, ну, то, что вы говорите. Это именно оценочные суждения в данном контексте. Дальше, так, мужчины этого обиду нет, я простила, нет, понимаете, если бы вы простили, вы бы приняли. Если бы вы приняли, то у вас не было бы вода, потому что вы приняли бы тот факт, что к вам, вот именно к вам, его действия, ну, не относят. То есть, вы здесь, вообще говоря, ни при чем. То есть, мужчина, как бы, расстался с вами, ну, просто потому что расстался. Вот. А вы это принимаете на свой счет. И до тех пор, пока вы будете это делать, до тех пор, пока вы будете принимать на свой счет, ну, ни о каком прощении и, соответственно, движению вперед, речи быть не может. Так, так что, здесь, мне кажется, вы подменяете понятия. Ну, либо просто не совсем хорошо знать, что такое, ну, что такое простить. То есть, вот, что такое прощение. Не совсем хорошо. Вероятно, вы это знаете. Вот. На мой взгляд, опять же. По моему мнению, так это выглядит. Дальше, значит, ну, как следствие, я гадил зад мир. Это вообще нормально? Да, вы уязвимы. Меня очень пугает этот состояние. Чем? Не могу сказать, что я всегда был общительным человеком, но, во всяком случае, я не закрывался от других. Я не понимаю, почему так происходит. Мне нужна ваша помощь. Подскажите, как справиться в таком состоянии? Что это вообще? Апатия. И реакция на травму. Справляться с этим состоянием не нужно. Вам нужно понять, что ваше состояние пытается вам сказать. Вот. Не нужно ничего пытаться ни с чем справляться не нужно. Не скажу, что это вы, это ваши эмоции, это ваши чувства. Если они есть, значит, они, ну, они нужны для чего-то. Вот. Поэтому ни в коем случае справляться ни с чем вам не следует. Самое слово. Это вы, это ваши эмоции, это ваши чувства, и если вы будете пытаться справиться с этим, то вы, по сути, будете, ну, справлять себя. Хочу снова заняться собой, хочу стать предней. Предней не получится, потому что вы получили новый опыт. После расставания во мне что-то сломалось. Да, нужно понять, что именно. И что удивительно, где-то год я очень переживала, потом все отпустила. Простой год у меня прошел ярко, прошел ярко, были знакомства, путешествия. Несколько метров назад я закрылась просто в один момент. Ну, это регрессия. Бывает такое, регрессия к преднему состоянию. Это частые явления у людей, которые переживают некие вот трудности и проблемы. Так что, аномального вы в этом смысле ничего не описываете. Вот, именно аномального. Ну, вот, но это не отменяет того факта, что с вашим состоянием нужно работать. И говоря работать, я подозреваю раскрыть его. Понять лучше себя и то, что пытается вам сказать ваше подсознание через данное состояние. Вот. А не пытаться это как-то подавлять. Как, на мой взгляд, пытаетесь сделать вы. То есть, вы хотите совершить какую-то технику, после которой у вас все станет так, как раньше. И вы станете такой, как прежде. Нет. Этого не будет. К сожалению. Вы, вы новый человек. Вы измененный, изменившийся человек. И, соответственно, если так, то вы можете стать глубже, вы можете стать полнее, вы можете стать более зрелый. Но вы не станете прежде собой. Поэтому непосильные задачи перед собой ставить, мне кажется, тоже не самая лучшая идея. Ну и если вы работали с психологом, то наверняка вы знаете о том, что в таком формате вам не помочь. То есть, вам нужна индивидуальная работа. Поэтому выберите себе эксперта, которому вы доверитесь, к примеру. Вот. И с которым вы сможете прожить и пережить всю ту боль, которая у вас сейчас есть. Я не думаю, что это не осуществимая задача. Она потребует каких-то временных затрат, она потребует финансовых затрат. Но на выходе вы получите более такое вот полное понимание и представление о себе. И уже сможете не совершать тех ошибок, которые вы совершили очевидно. Вот. Жаль, что вы не пишите свой возраст. Вот. Это было бы тоже полезно, но тем не менее. И наконец, последнее, о чем я хотел сказать, это то, что вот, значит, изоляция, это может быть следствием попытки защитить свои личные границы. Если вы плохо или вообще их отстаиваете. Или вообще не отстаиваете. Вот. Поэтому нужно еще смотреть, вот, судя по описанию отношений с подругой, вы как раз таки не обладаете четкими, простроенными границами личными. Вот. Это не обвинение, опять же, это просто констатация факта, точнее, это даже не констатация факта, а это просто, я бы сказал, гипотезе. Вот. Которая может быть как правильной, так и неправильной. Вот. Либо правильной, но не на все сто процентов, например. Поэтому я надеюсь, что вы отнесетесь к этому именно так. Как к гипотезе, возможно, к рабочей гипотезе, вот. Но, тем не менее, все же гипотезы. И эту гипотезу нужно исследовать, нужно либо подтверждать, либо опровергать. Вот. Это уже совместная ваша работа со специалистом. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.